А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Сергей, здравствуй. Здравствуй, Алексей. О чем сегодня расскажешь? В ближайшие минуты расскажу о футболе, мотокроссе и шахматах. В Белгороде на поле 49-й школы состоялся первый полуфинальный матч Кубка области по футболу между двумя командами областного центра. Футбольный клуб «Белгород» принимал детско-юношескую спортивную школу номер 6. Противостояние выдалось крайне упорным и обернулось ничьей со счетом 1-1. Первыми забили номинальные хозяева, а уже во втором тайме установилось равенство на табло. Отметим, что свои весомые коррективы в игру внесла аномально жаркая погода, стоявшая в Белгороде в минувшие выходные. Результатом недовольны, конечно, хотели победить. По игре, ну, опять же, погода. Я думаю, наверное, было еще чуть позже начинать матч, потому что очень тяжело играть. Ребята, я думаю, сейчас все попадали в развивок. По игре, я думаю, мы больше заслуживали победу, чем Белгород. Пацаны еще молодые, где-то немножко нестабильность. Пару моментов в концовке нам было реализовывать, но где-то силы нас покинули. Ответ на игра этих команд в субботу 23 июля. В другом полуфинале футбольный клуб «Губкин» на своем поле уступил Алексеевской Слободе с разгромным счетом 4-0. Далее говорим о мотокроссе. На трассе в селе Ясные Зори прошли этапы сразу двух различных соревнований. Зрелищные заезды состоялись в рамках четвертого этапа открытого лично командного чемпионата и первенства нашей области, а также второго этапа открытого лично командного чемпионата и первенства Белгорода и района. То, что два состязания проходили в один день, только добавило событию яркости и интереса. Всего на трассе собралось порядка 80 гонщиков и, конечно же, масса зрителей, наблюдающих за увлекательной ездой. Яркое солнце и едва выносимый зной сказывались на состоянии участников. Но мотокросс удался. Судьи и организаторы приняли спасающее решение. Состояние пилота, видите, что скорости упали. И я, как главный судья, сократил им время, потому что согласно правилам соревнования я имею право. В итоге в командном зачете этапа чемпионата и первенства области триумф отпраздновал Белгородский детско-юношеский спортивно-технический клуб «Пилот». А командный зачет второго этапа чемпионата и первенства Белгорода и района возглавило Чернянское местное отделение ДСА в России. И в завершении о шахматах. В областном центре завершился турнир в рамках Всероссийской летней универсиады. Уровень этих состязаний высок. Шахматы станут последним для Белгорода этапом студенческих игр. 13 команд от Хабаровска до Краснодара присутствуют у нас. Поэтому достаточно представительный турнир. Сильные шахматисты, которые входят и в сборную России, основную, и в студенческую сборную России. Победителями стали представители Уральского государственного горного университета. На втором месте Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Замкнула тройку лидеров команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Кроме того, в областном центре взял старт и Кубок Белогоря по шахматам. Эти традиционные соревнования с каждым годом развиваются, увеличивая количество участников. Игры Кубка продолжатся до 23 июля. И на этом у меня все. В студии работал Сергей Шрамко. Держите руку на пульсе главных спортивных событий Края вместе с Первым областным. Спасибо, Сергей. А я напомню, что следующий спортивный обзор в эфире нашего канала в пятницу.